Плаваем, летим Здравствуйте, друзья! Как вы думаете, что может быть общего между сельскохозяйственным трактором и спортивным автомобилем самого высокого класса? Наверняка скажете, ничего. Как можно их сравнивать? И ошибетесь? Сравнивать их можно не только по двигателям и техническим характеристикам. Об этом и о многом другом узнаете сегодня в нашей программе. А пока посмотрите транспортные интересности, которые я нашел для вас в сети. Китайские автопроизводители сейчас считаются самыми продвинутыми в области компактных городских автомобилей. Компания «Джили» активно продвигает свой новый автомобиль «Маккар», который отличается от остальных подобных машин одной маленькой чертой, а именно встроенным электрическим скутером. Скутер установлен в задней части миниатюрного четырехместного городского автомобиля. Наличие второго транспортного средства существенно облегчает перемещение по городу. К примеру, оказавшись в пробке, водитель паркует машину, если есть такая возможность, извлекает мини-байк и продолжает движение на нем. Кстати, эта версия автомобиля также удобна для транспортировки инвалидов, ведь место скутера может занять инвалидное кресло. «Джили Маккар» поставляется в двух версиях – гибридной машины и чистого электромобиля. В любом случае, аккумуляторы автомобиля и скутера заряжаются одновременно и могут использоваться в качестве резервных источников питания друг друга. Более того, при необходимости электродвигатель скутера может вращать задние колеса машины, мощность при этом значительно падает, но небольшое расстояние пройти все-таки можно. Батареи чистого электромобиля хватает на 149 километров пути. Максимальная скорость машины составляет 83 километра в час. Тот же электродвигатель установлен на гибридной версии «Маккар». Его хватает на 50 километров пути. Зато традиционный карбюраторный двигатель разгоняет машину до 128 километров в час, а бензобака хватает на 597 километров. Технологии командной работы под названием «Вики» вышли из интернета и шагнули в автомобильное производство. Молодая компания «Вики Спид» состоит из 56 человек-добровольцев, рассредоточенных по шести странам. Ребята смогли совместно разработать и запустить в производство свою дебютную модель под названием «СГТ-01». Это весьма примечательная машина. Расход топлива в городском цикле составляет всего чуть более 2 литров на 100 километров. И это для четырехместной модели, сертифицированной для дорожного использования. В качестве шасси используется пространственная алюминиевая конструкция, поэтому с управляемостью машины проблем нет. Облицовка выполнена из углеволокна, причем благодаря инновационному методу создания карбоновых элементов стоимость кузова стала необыкновенно низкой. По результатам обязательного для процедуры сертификации краш-теста автомобиль получил наивысший балл. В это крайне трудно поверить, учитывая внешний облик машины в духе гоночных болидов. По словам основателя компании Joe Justice, конструкция автомобиля является модульной, что предполагает легкую и быструю замену большинства ключевых компонентов. Можно установить другой мотор, подвеску, тормоза и так далее. Как и положено в проекте Вики, здесь все сотрудники являются добровольцами. Крупных инвестиций в компанию не производилось. Все держится исключительно на энтузиазме членов команды и пожертвованиях с официального сайта. Если дело с Вики автомобилями наладится, крупным гигантам придется сильно подвинуться на авторынки. Пока в Москве спорят, что делать с грузовиками на кольцевой автодороге, японцы испытывают караваны грузовых машин, в которых вообще нет водителей. В некоторых странах выход автомобилей с автопилотом на дороге общего пользования сегодня становится обычным делом. В частности, в Японии этим занимается организация по разработке новых видов энергии и промышленных технологий. В рамках нового проекта были проведены испытания колонны беспилотных грузовых машин. Четыре автомобиля прошли ровным строем по дороге общего пользования в Японии. Первым управлял человек. Остальные в полностью автономном режиме следовали за лидером группы. Управляющая система автопилота получила название «Кооперативно-адаптивного круиз-контроля». Она использовала данные с камер и радаров, установленных на крышах автомобилей. Машины поддерживали дистанцию в 4 метра и разгонялись до скорости в 80 километров в час. Авторы проекта признали результаты испытаний успешными. Преимущества беспилотных автомобилей очевидны. Они изначально настроены на экономичный режим расхода топлива. Как это ни странно, они также предлагают более высокий уровень безопасности для других участников дорожного движения в сравнении с традиционными автомобилями. Представьте солнечную Италию. 1948 год. Небольшие итальянские деревушки, виноградники, возделанные поля пересекаются пустынными автострадами. Однажды утром жители маленького городка Певье де Ченто были разбужены непривычным шумом мотора. Они выглянули в окна и увидели, как всем знакомый Ферруччо Ламборгини выезжает на площадь на необычном тракторе. Позже выяснилось, что Ферруччо действительно сам сконструировал машину из деталей, полученных в результате разборки старой военной техники, приобретенной у американцев. Это были первые послевоенные годы. Время, когда в Италии происходили большие перемены. Ламборгини сумел ухватить дух этих перемен. Прослужив во время войны механиком в итальянских ВВС, Ферруччо стал специалистом по массивным воздушно-реактивным двигателям. Когда послевоенная Италия стала нуждаться в сельскохозяйственных машинах, возникла прибыльная идея выкупить излишки военной техники и преобразовать их в тракторы. Он покупал списанную военную технику и собирал из ненужных деталей сельхозмашины, которые были просто необходимы итальянским фермерам. Всего за несколько лет небольшая семейная компания Ламборгини Троттори превратилась в лидирующую компанию тракторостроительной отрасли. О Ламборгини заговорили чуть ли не как о тракторном короле. Его машины вызывали всеобщее уважение и восхищение. Правда, коллеги-инженеры поначалу звали его крестьянский предприниматель, подчеркивая его небогатое происхождение. У Ферручо Ламборгини было два сильных увлечения – тракторы и спортивные машины. В те времена вся Италия была в восторге от Феррари. Ламборгини тоже владел несколькими спортивными автомобилями со вздыбленной лошадью на логотипе и даже участвовал в автогонках. Однажды у него забарахлило сцепление, и он отправился к главе автомобильной компании «Энцо Феррари», чтобы посетовать на неисправность. Но известный промышленник отклонил жалобу своего клиента, сказав что-то вроде «Что может тракторист понимать в спортивных авто?» «Возвращайся обратно на свою ферму и оставь меня в покое». Ламборгини был оскорблен и решил своими силами устранить проблему, используя тракторное сцепление. Судя по ценам на автомобиле Ламборгини и технические характеристики этих люксовых машин, у него это получилось прекрасно. Так поссорились два предпринимателя и подружились тракторное сцепление и спортивная скорость. Если покопаться в истории тракторов, то найдем еще один любопытный факт, который породнел этих сельских тружеников с модными дорогими машинами. При слове «Порше» многим на ум придет слово «Каен». Это название одной из самых престижных и дорогих марок автомобилей. А вот в 30-х годах в Германии со словом «Порше» связывали надежду на тракторизацию всей страны. Кто же такой этот «Порше»? Фердинанд Порше – величайший конструктор автомобилей. Он с детства был связан с настоящим ремеслом. Его отец держал небольшую ремонтную мастерскую в одном австро-венгерском городке. В 15 лет парень увлекся электротехникой и вручную смастерил генератор и лампочку. Дом семьи «Порше» одним из первых в городе получил электрическое освещение. А ну-ка поднимите руку, кто из вас способен смастерить генератор? Получив образование инженера, «Порше» целиком окунулся в проектирование автомобилей и моторов. Особую любовь изобретатель испытывал гоночным авто. В 1910 году его австро-дайвлеры забоевали в гонке все три первых места. Причем за рулем одной из машин сидел сам Маэстро. Скорости его машин росли головокружительными темпами. В 1933 году задняя моторная модель выдала 280 км в час. Тогда это была настоящая сенсация. В 1936-м машина «Порше» развела скорость в 340 км в час. А в январе 1938-го на автобане под Франкфуртом специально подготовленный автомобиль показал 436 км в час. Штутгартская академия присвоила «Порше» звание доктора. Между прочим, Фердинанд «Порше» посетил СССР по личному приглашению Сталина. Ему предложили осмотреть любой завод. И говорят, даже обещали постминистра автомобилестроения. Но от этого предложения гость отказался. «Порше» остался работать в Германии, где начал разрабатывать два проекта – «Народный автомобиль» и «Народный трактор». В конце концов, оба проекта, к счастью, осуществились. Впервые для этих тракторов была спроектирована гидравлическая связь между двигателем и трансмиссией. Многие инженеры считали, что фермеры будут не в состоянии справиться с подобными механизмами при переключении передач. Но Фердинанд «Порше» не подчинялся мнению большинства. Его инженерная мысль всегда шла вперед. Кстати, гидравлика сейчас используется практически во всех видах транспортной техники. Работа гидравлических приводов основана на свойствах жидкости и преобразование энергии, движущейся жидкости в механическую энергию, способную передаваться на узлы и агрегаты машины. Самый простой пример гидравлического механизма в быту – это водяная мельница. Конечно, в тракторах и автомобилях таких крутящихся колес нет, но это пример того, что жидкость при постоянном объеме и скорость течения может творить чудеса. И если знать законы физики, то вполне можно заставить жидкость двигать колеса трактора. Фердинанд «Порше» законы физики знал. В 1934 году профессор выпустил трактор, оборудованный бензиновым двигателем. А вскоре был готов и трактор, имеющий дизельный двигатель с уникальным на то время воздушным охлаждением. К началу 1950-х годов профессором «Порше» были разработаны четыре основные модели трактора с модификациями двигателя от одного до четырех цилиндров. Вы удивитесь, но в 1946 году «Порше» спроектировал первый в мире полноприводный трактор, в котором ведущими были все четыре колеса. Это техническое решение значительно опережало всех остальных разработчиков. После Второй мировой войны в Германии было выпущено более 125 тысяч тракторов «Порше» дизель, многие из которых до сих пор используются в повседневной работе на фермах во многих странах Европы и Америки. Расскажу вам еще об одной фамильной черте этих удивительных тракторов. Не зря их проектировали легендарные отцы автогонок «Ламборгини» и «Порше». Мечта тракторов о спортивных состязаниях была реализована уже в наше время. Все более популярными становятся гонки на тракторах. В Ростове-на-Дону ежегодно проводятся соревнования по гонкам на тракторах. Для этого готовится специальная трасса. А вот тракторы, которые участвуют в соревнованиях, самые обычные. Чаще всего тракторы Минского завода. Правда, умельцы совершенствуют их как только могут. Правило это допускает. Регламентируются лишь стандартные колеса, тормозная система, наличие внутреннего или наружного каркаса и обязательные ремни безопасности. На трассе для трактористов подготовлено много сюрпризов. Первый этап называется просто «Дорога». Тракторы выходят со старца с интервалом в 20 секунд и несутся по петляющей гравийно-грунтовой трассе длиной чуть более километра. Дорога начинается с эффектного преодоления бодного препятствия. Далее неожиданные спуски, подъемы и ямы. Гонка осложняется тем, что борьба очная. То есть мешкать в поворотах нельзя, иначе тут же обойдут. По результатам этого заезда участники получают баллы и распределяются по строчкам турнирной таблицы. Один из самых сложных этапов – парная гонка. Дистанция представляет собой восьмерку из двух кругов со сменной дорожек по правилам конькобежного спорта. Боковые скольжения, управляемые и не очень управляемые заносы, езда на двух колесах – чего только не увидишь на соревнованиях тракторов. Даже сложно представить, что в обычной жизни это медленные мирные тягачи. Современные тракторы – это не просто машины, созданные для какой-то одной сельхозцели. Сегодня многие из них напоминают дорогие иномарки с кондиционером и МП-3-плеером в кабине. О том, как устроен современный трактор и какими возможностями он обладает, узнаем из первых уст. Ребята, мы специально приехали в сельскохозяйственный колледж, чтобы рассказать вам о тракторах. Сейчас мы находимся в боксе, где вот они и стоят. Но подробнее о них нам расскажет Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Алексей. Так, ну с чего мы начнем? Вот расскажите, для чего тракторы? Что такое трактор? Какие тракторы бывают? Ну, тракторы бывают разные. Бывают гусеничные тракторы, бывают колесные. Вот перед вами сейчас стоит гусиный бульдозер. Его задача – скрести землю и лишнюю землю толкать и таким образом ровнять какую-то площадку, поверхность. Оператор бульдозера может спокойно двигаться. Не водитель, а водитель. Оператор бульдозера, да. Водитель в автомобиле, а в бульдозере находится оператор. Так, управляя этим бульдозером с помощью рычагов и изменяя положение ножа по высоте, по горизонтали, по вертикали, во всех плоскостях, мы можем вырезать абсолютно любую плоскость. А где здесь двигатель? Я вижу куш и кабину. В этом, именно в этом бульдозере, да, здесь находится очень маленький двигатель, небольшой мощности, там около 100 лошадиных сил. Но двигатель бульдозера вращает гидромотор, который двигает по гидросистеме масло. И это масло вращает уже колеса и, соответственно, гусеницы. Гидропередача. Можем посмотреть сзади. Вот, 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 гидропередача. Так, что, где? Вот, вот здесь вот, вот сюда вот подается масло и с помощью, под большим давлением там лопаточки, которые двигают уже вот это ведущее колесо. За ведущее колесо цепляются гусеницы, таким образом бульдозер двигается вперед. Вот. Замечательно. Вот у нас уже один главный тракторист уже залезает в кабину. Да. Собственно, оттуда он и управляется, да. Ой, как удобно, мягко. Так, а где руль, Дмитрий? Где руль? Это бульдозер, еще раз напоминаю. Управляется он очень просто, практически как в компьютерной игре. В смысле, как в кнопке? Да, рычагами. Нет, есть рычаги, есть рычаги справа и слева, да. Рычаг для управления ходом вперед-назад переключается, и справа-влево производится поворот. Вправо-влево. Бульдозер двигается. То есть, одной ручкой вы двигаете вот такую огромную махину. И, соответственно, проживает работу. Такое ощущение, что я сижу за каким-то космическим аппаратом в компьютерной игре, и сейчас буду убивать врагов. Да, разница небольшая, согласен. Только для мирных целей. Для мирных целей, да. Вот. Управление ножом, то есть отвал может вверх-вниз в разные стороны двигаться. Точно так же рукоятка, и куда вы двигаете рукой, соответственно, отвал повторяет движение вашей руки. А педали для чего вот эти? Педали используются в случае экстренного торможения. Гидромоторы отключаются от гидросистемы, и педаль плавного торможения. Вот это экран, это что? Это я должен увидеть, куда я еду? Или что это? Для чего это? Здесь в этом бульдозере установлена система, которая позволяет оператору легче и быстрее обрабатывать поверхность. То есть автоматически, не рукой оператор, а система берет управление на себя, и по сигналам GPS и GLONASS может вывести поверхность в огромной точностью до миллиметра. То есть миллиметра по высоте. То есть по сути оператор не нужен? В данной системе оператор управляет движением вперед-назад, но будущее, я уверен за тем, что такие системы будут позволять избавиться от оператора, и тракторы, и бульдозеры будут ездить сами по себе. То есть это уже робот? Да, фактически это робот. Тогда о гусеничном мы поговорили, давайте поговорим о колесном тракторе. Давайте, конечно. Пойдемте. Трактористы юные. Ну так вот, колесный трактор. Когда нам не нужна такая огромная мощь, мы пользуемся для обработки полей в основном колесными тракторами. На самом деле он тоже достаточно мощный, достаточно мощное сцепление у него с землей. Ну это протектор, да, мощный. Да, полный привод у этого трактора, то есть с 7,4 колесами может грести. Трактор сам по себе не может помочь нам в обработке земли. Он фактически тяговая лошадь. К нему цепляется плуг или что-то еще, какой-то инструмент, и с помощью него мы производим необходимые работы. И посадку, копаем, окучиваем. А мотор здесь тоже на дизеле работает? Я так понимаю, все трактора, они все работают на дизельном топливе. Смотрите, вот смотрите, какой-то здесь мотор. Мотор обыкновенный, воздушный фильтр, охлаждение, радиатор, генератор, помпа, собственно, двигатель. Ой, ну здесь мне уже привычно, здесь, по крайней мере, есть руль. Да, руль, но сейчас это необыкновенная руль стоит. Руль с электромотором, если вы можете видеть. Это система, которая позволяет трактористу отпустить руль, вот так сидеть, и трактор будет сам двигаться по заранной заданной траектории. А зачем тогда тракторист? Тракторист, в первую очередь, отвечает за безопасность. Но он следит за куда, что ведет. Да, куда, то есть он настраивает систему, говорит, куда ехать. То есть без человека, конечно же, не обходится. Но, как я уже говорил, в будущем, с развитием таких систем, нам, конечно, удастся сделать технику, которая не будет управляться непосредственно человеком, а будет двигаться сама по себе робот. Ну что ж, пришло время прощаться, а значит, предлагаю вам напоследок решить простую задачку. Трактор «Беларусь» МТЗ-80. Максимальная скорость – 33 километра в час. Расстояние от деревни Березовки до села Большие топоры – 58 километров. За какое время проедет это расстояние тракторист Иван Бродкин? Если по пути, заедет на поле, чтобы хорошенько его вспахать. И потратит на это полтора часа. А потом еще полчаса будет обедать. Ответы на задачку и вопросы о любой транспортной технике пишите по адресу. Москва, Марксистская, 34, корпус 7. Или оставляйте на сайте радостьмоя.ру. Удачи на дорогах! Берегите себя на земле, на воде и в небе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!